Анатолий Жигулин 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 Красная и коротка, и тепла, как твоя рука. О видении детских лет, где казалось, что смерти нет. Нынче сосно гудят в барок все то, что и я умру. Сколько лет нам дано судьбой, что оставим мы здесь с тобой? Сын останется, кровь моя, стих останется, боль моя. Будет ветер у трех дорог разметать золотистый сток. И тростиночка камыша будет петь, как моя душа. И на ветке блеснет роса, как живая твоя слеза. Жизнь — нечаянная радость, счастье, выпавшее в небо. Вскоре вечерняя прохладность, белые на стерне. И война, и лед и голод, и тайга, сибирский бор. И колючий, жгучий холод, ледяных гранитных гор. Всяко было, трудно было на земле твоих дорог. Было так, чтобы уходил и сама ты, и споног. Как бы ни было тревожно, говорил себе, держись. Ведь иначе невозможно, потому что это жизнь. Все прямое, что мчится мило, по дорогам бытия. Жаль, что ты неповторима, жизнь прекрасная моя. Здесь, на окраине, над лугом, был дом, украшенный резьбой. И был рассыпан черный уголь под водосточной трубой. И доносился сладкий привкус с далеких нив, где зрела рожа. И выносили пыльный фикус на теплый пенный летний дождь. Здесь тополя цвели в Истоме, в том чистом мире детских лет. Здесь я родился в этом доме, которого давно уж нет. А мне он так сегодня нужен, тот ранний мир моей души, Где я с восторга ушел по лужам, не знаю горечи и лжи. Он где-то здесь, под пепелищем, в глубинах сердца, в толще дней. Мы все его тревожно ищем в суровой зрелости своей. Дядя Вася учил меня музыку, он учил меня скрипку держать. Словно легкие звонкие бусинки, ноты прыгали прямо в тетрадь. И сидели на тонких линейчках, словно вишенки в росных садах. Словно девочки на скамеечках, словно ласточки на проводах. Вечера в огне электрическом, за рядами воронежских дач. Дядя Вася играл в симфоническом, дядя Вася был классный скрипач. А в саду вишневого дерева разливался веселый пакстрот. Но нагрянул июнь сорок первого, и ушел дядя Вася на фронт. Он вернулся домой искалечен, два столчика в три пылевых. Изувеченный весь недалечен, хорошо, что остался в жилых. Он играл еще в маленьком скверике, где странный гремел патачок. Развеселый мотив из Америки, и про какой-то ночной кабачок. Молокрукыш, руины вакзальные, да пустырь с обгорелой трубой. И уроки мои музыкальные позабылись сами собой. Позабылась и песня союзников, но до ныне во все времена Все звучит во мне тихая музыка, и не знаю, откуда. Позабылась и песня союзников, но до ныне во все времена Воронеж, детство, половодие, зеленый плавающий лед И солнце держит за поводья над белой тучкой самолет Военный, маленький, двукрылый, защита грозной страны А вдалеке за рощей стылой поля озимые видны Там за рекой село придача, за волкой дамбой, за мостом И церковь белая маячит, блестит серебряным крестом И тихий звон летит по свету, в упругом воздухе плывет И знаю я, что Бога нету, и кружит в небе самолет И жизнь моя еще в начале, и даль аукает, иди И нет ни Бога, ни печали, и все, что будет впереди Больше многих других потрясений, что отпущены щедрой судьбой Помню солнечный день предвесенний, помню город разрушенный Он, белорозовый зыбки от снега, от кирпичных разрубленных стель Он теснился до самого неба, словно в белом тумане летел Незнакомый, притихший, суровый, словно призрачный, дымный Порос, а вдали золотился сосной, наведенный саперами мост На ступенях знакомого спуска, ах, как сердце забилось тогда Вот и домик на улице узкой, но была за углом пустота Но была за углом пустота Только виделись дальние дамы, необычно, просторно, светло Только черные птицы летали, и поземкой с обрыва мела То болея в горелые руки, обнаженный пролет, это жаль В первый раз содрогнулась от муки защищенная детством душа Защищенная детством душа Ах, как весело листья летят и шуршат по безлюдному скверу И соборы крестами блестят, И хранят позабытую веру, Сберегают в осенней тиши И несут из столетия в столетие Нерешенную тайну души, Неизбывную жажду бессмертия. По старинной, по белой стене, Над сухим, над развеянным кленом Я иду в ветровой тишине, Словно к рощам лечу отдаленным. Этот вечный простор с высоты Все тревожней, туманней и глушен, И с обрыва слетают листы, Словно наши бесплотные души. Я приеду к тебе, отец, Лишь водой прошумит апрель, Лишь в саду запоет скворец И потянется к солнцу. Старых листьев зажжем костер, Будет дым золотить закат, И починим гнилой забор, И вскопаем в наш бедный сад, Этот памятный край любя. Я приеду, непраздный гость, Унаследовал от тебя. Я твою крестьянскую гость, На распутье добра и зла, В рудниках, в ледяной воде, Не обали меня спасла, Не сломилась в лихой беде. А еще ведь была война, Скудный хлеб да сырой свинец, Пусть скорее придет весна, Я приеду к тебе, отец. Будет майское торжество, Будет верба цвести в лесу, Внука старшего твоего Погостить к тебе привезу. Будет в небе сиять звезда, Будут в свежей листве дома. Жаль, что быстро идут года, Что еще впереди зима. Жаль, что взлелости все видней, К неизбежный прощальный час. Жаль, все меньше и меньше дней Остается теперь у нас. Я приеду к тебе, отец, Лишь водой прошумит апрель, Лишь в саду запоет скворец, И потянутся к солнцу ель. Старых листьев зажжем костер, Будет дым золотить закат, И починим гнилой забор, И вскопаем наш бедный сад. Помню я, под сенью старых вишен, В том далеком, в том донском селе, Жили пчелы в камышовых крышах, В каждой камышинке по пчеле. Родина, простая и великая, В давнем детстве от беды храня, Древними архангельскими ликами, Строго ты смотрела на меня. А потом, позвав в края суровые, Где весной не встретишь зеленя, Жизнь взвалила рельсы стопудовые, Но худого юного меня. Я копала руду на крайнем севере, Много лет я молока не пил, Только ты, земля моя, не верила, Что тебе я в чем-то изменил. Все прошел я, трудные дороги, Злой навет и горькую беду, Чтобы снова пальцами потрогать Пыльную в канаве лебеду. Я опять с тобой, земля просторная, Где за клином старого жневья, Под горой стоит село подгорное, Родина негромкая моя, Где висит над хатой месяц рыжий, Где в прозрачной невесомой мгле Пчелы спят под камышовой крышей, В каждой камышинке по пчеле. Земля, поросшая травой, Какое это чудо, И запах пятый луголой, Неведомо откуда. И эти низкие дома, По южно-русских хаты, И эти нивы у холма, Простойные и окаты. И этот рок оспелы ржи, Свиняющие косилки, И эти вечные стрижи, Над лужей у разнилки. Какой рассвет моей судьбы Летит со мною вместе Сюда, где старые дубы, Такие же, как в детстве, Где трактора сточат во мгле, И на осеннем склоне Все гнутся кривами к земле, Колосьем словно кони. Вхожу, как в храм, в березовую рощу, Где пшистый пень, подобие алтаря. Что может быть торжественней и проще, Стволы дерев и тихая заря? От горькой думы, от обиды черной, От неутешных подступивших слез, Иду забыться в этот храм просторный, Как анастасу розовых берез. Скоро-скоро холода, Торжества предзимней стужи, Скоро хрупкая слюда На заре покроет лужи, Дрозд рябинник прилетит, Покачнется на рябине, Первый и не заблестит. На остуженной равнине Стрепенется, не дыша, Как у славного поэта Кучка, ласточка, душа. На черте зимы и лета, Что ей нужно в победе, Где под ветром стонут ели, Где последние дожди И последние метели, Где объятья распросят Сквозь серебряной выси, Улыбающий костер, На пушке нашей жизни. Ты лети, лети, душа, На огонь любви и ветра. Может, правду хороша, Может, вправду ты бессмертна. По холодному яру, До редких посадок сосны, До обломанной серой, Едва распушившейся ивы, Я люблю пробираться Тропинками ранней весны, Где уже зеленеют Упругие всходы крапивы. А на склоне оврага Мать-мачеха Густо цветет, Каждый желтый цветок, Словно малое робкое солнце. Жаль, что все это вместе Теперь уже скоро уйдет И уже никогда-никогда Для меня не вернется. А поближе к ручью Оживают на солнце хвощи, И крапива, крапива За домом пустым и разбитым, Из весенней крапивы Зеленые вкусные щи Мать готовила в детстве далеком, Почти позабытым. Я согласен уйти, Только пусть не исчезнет тропа, Пусть поправится ива, Пусть будет желтеть одуванчик, Будет новая жизнь, Будет новая чья-то изба, Будет бегать по яру Растрепанный, радостный мальчик. Наконец, пришло спокойствие, Листья падают, шуршают, И рябиновыми гроздьями Наслаждается душа. Спит ручьи за тонкой нарядью, Сонно-медленно струясь, Между ним и давней памятью Есть старинственная связь. Сердце чувствует согласие Свежих ран и дальних век, Снегири сидят на ясене, Сыплют семечки на снег. Наконец, пришло спокойствие, Листья падают, шуршают, И рябиновыми гроздьями Наслаждается душа. У Анатолия Жигулина есть такие строки, Ну, как в творчестве любого поэта, О поэзии и поэта. Поэзия душа, Поэзия сомнение и тревога, Поэзия надежда и судьба, Поэзия, как говорят, от Бога. И вот эти вот строчки Анатолия Владимировича в полной мере Можно отнести и к другому русскому поэту Николаю Рубцову. Вообще, в принципе, январь месяц Рубцовский, Как принято считать в России. 3 января 1936 года день его рождения, А 19 января 1971, 19 крещения, Он ушел в крещенские морозы, Как и сам писал в своем стихотворении. Не просто ушел, он трагически погиб. Его убила женщина, которую он собирался назвать своей женой. Задушил. Да, трагическая история. Мы даже не будем пытаться разобраться, кто прав, кто виноват. Но, в общем-то, ушел. И по поводу поэзии. Современники говорят о Рубцове, Что он даже... Не надо было ему учиться, становиться поэтом. Он просто им родился. И стихи начал писать очень и очень рано. В раннем детстве. Большое влияние на творчество Николая Рубцова Оказала природа русского севера. Ведь его родина – далекая глубинка. Поселок Еминск Архангельской области. По воспоминаниям одноклассников, Как я уже говорила, Стихи он стал сочинять еще в детстве. Где-то есть такая информация, Что первое стихотворение Маленький Коля Рубцов написал В то время, когда умерла его мать. Во время военных бедствий Не только мать умерла, Но и две его сестры. А отец был в это время на фронте. И Николая определили в детский дом. Сначала в один он там год был, А потом в другую, Вологодскую область, Где он находился до 14 лет. В общем, судьба сироты не сладкая. Сами понимаете. А в то время военные и послевоенные, В особенности. Пришлось ему, как говорится, Тоже испить полной чашей Вот это вот горе. Детское горе сиротского детства. И если Жигулин испытал Все тяготы и лишения в семье, Все-таки было легче. По возрасту получается, Они прямо близко. Ну, пять лет, это небольшая разница. То Рубцов был сиротой. Воспитывала его родина. Которую он очень и очень любил. И вот после, позже, Детские впечатления и все эти тяготы Нашли свое отражение В его необыкновенных просто стихах. После детдома, Вообще еще будучи в детдоме, В детстве, Николай Рубцов почему-то Гризел о море. Ему очень хотелось быть моряком. И поехал он после семилетки Поступать в технику морской. Но там у него что-то не получилось, Не сложилось. Позже он ушел в армию, Служил во флоте. А потом, отслужив срочную, Вернулся и поступил в литературный институт. И вот, перейдя из красноходцев к литераторе, Он долго не мог найти себе места. Понятное дело, сирота. Жил полубездомно, Сводил еле-еле, Концы с концами, Скудными гонорарами. И когда жизнь городская Уже была просто невыносима, Он уезжал в родную деревню, В которой тоже никого не было. Он просто снимал угол И жил вот в этой своей родной деревеньке. По ночам сидел один, Топил печку, Слушал замывание вьюги И сочинял, сочинял, сочинял. Но, к сожалению, Не все сочиненное он записывал. Не все. Потому что строчки набегали одна на другую, Стихи просто вот лились, Но не все он записывал. И тем не менее, То, что было издано, Вот у нас очень много его книг Уходило в народ. И вот многие критики литературные, Анализируя творчество Рубцова, Пишут, что он жил в своем, В каком-то особенном мире. В реальном мире Была вот эта неустроенность, Была вот эта вот издержка боенной жизни, да? Ну, вы сами понимаете, какие. А в его внутреннем, Поэтическом мире Все было по-другому. Там в горнице было светло, Там шепотом говорили с ним березы, Там было много-много прекрасного. Ну, вот такая вот парадоксальная ситуация. Может быть, вот от горя И в реальной жизни Рождаются вот такие вот замечательные, Прозрачные просто пронзительные строки. Вот, допустим, как зимние песни, Которые вы позже услышите. Вот. И всенародная слава, В общем-то, уже накрыла Рубцова Еще при жизни. Он хоть и мало прожил, Но он успел почувствовать свой успех. И, может быть, вот одна из причин-то Вот его трагической гибели Была вот эта ревность к успеху. Потому что женщина, Которая собиралась стать его женой, Была тоже творческим человеком, Тоже печатала стихи. Но в сравнении с Рубцовым Никто не идет, А тем более она. Ну, это, как говорится, Бог и судья. Она свое обсидела. Вот. И тем не менее, Рубцовская лирика Осталась с нами. Множество его стихов Стали песнями. И вот очень интересно, Один критик пишет, Вот то, что Духовная высота Поэзии Рубцова Он отмечает То, что в ней есть Человеческая душа. Вот все-таки Вот эта вот традиция, Вот этой духовности, Нравственности, Поэзии Была несколько нарушена В советские годы. Ну, я так мягко говорю, да? Больше были вот поэты-трибуны И все прочее. Даже лирика была своеобразная. А тут Рубцов Со своими стихами. И вот он пишет Очень хорошо. Сама природа Русского духа Давно нуждалась В появлении Именно такого поэта, Как Рубцов. Вот все предопределено В нашей жизни. Чтобы связать Полувековой трагический Разрыв Отечественной поэзии Вновь с христианским Мироощущением. До тихого креста Пусть душа Останется чиста. Перед этой Желтой Заколустной Стороной березовой Моей Перед жнивой Пасмурной Грустной Дни осенних Горестных дождей Перед этим Строгим Сельсоветом Перед этим Стадом У ворот Перед всем Старинным Белым светом Я клянусь Душа моя Чиста Пусть она Останется чиста До конца До смертного Креста Вот такими Строками Я закончу информацию О Николае Рубцове И прошу на нашу Импровизированную сцену Дуэт Алексея Надежды Бондаренко Который Споет нам Песни Стихи Рубцова И прочитает Его замечательные Стихи У сгнившей лесной избушки Меж белых стволов бродя Люблю собирать волнушки На склоне осеннего дня Летят журавли высоко Под куполом светлых небес И лодка шурша сокой Плывет по каналу в лес И холодно так И чисто И светлый канал волнист Из дерева с легким свистом Слетает прохладный лист И словно душа простая Проносится в мире чудес Как птиц одиноких стая Под куполом светлых небес Песчаный путь В еловый темный лес В зеленый пруд Упавший деревья И береза И огненные перья Ночной грозою Вымытых небес Жил те грустные Старый особняк Стоит в глуши Запущенного парка Как дико здесь Нужна покрепче палка Чтоб уложить кровью Кое-как Песня Открывшись светом Гаснет береза И там во тьме Унылого строения Забытого на век Без сожаления Горят кошачьи Желтые глаза Не отыскать Не отыскать Заросшие следы Ничей приход Не оживет картины Лишь манят вспыхнув Ягоды, малины До редких вишен Крупные плоды Здесь парень живет Не может быть сейчас Как старый лев Дряхлея на чужбине Об этой сладкой Вспомнил он малине И долго слезы Потятся из глаз Подует ветер С осень темный ряд Вдруг зашумит Застонет За не может Этот шум Волнует И тревожит И не понять О чем они Шумят Высокий дуб Глубокая вода Спокойно Спокойно и кругом Ложатся тени И тихо так Как будто никогда Природа здесь Не знала потрясений И тихо так Как будто никогда Здесь крыши сел Не слыхивали грома Не встрепенется Ветер У пруда И на дворе Не зашумшит Солома И редок Сонный Коростеля Крик Вернулся я Былое Не вернется Ну что же Пусть хоть Это остается Продлится Пусть хотя бы Этот миг Когда души Не трогает Беда И так Спокойно Двигаются Тени И тихо Так Как будто Никогда Уже не будет В жизни И потрясений И всей душой Которую Не жаль Всю потопить В таинственном И милом Овладевает Светлая Печаль Как лунный свет Овладевает Миром В этой деревне Огни Непогашены Ты мне Тоску Не пророчь Светлыми Звездами Нежно Украшена Тихая Зимняя Ночь Светятся Тихие Светятся Чудные Слышится Шум Болынье Были Пути Мои Трудные Трудные Где Ж Печали Мои Скромная Девушка Мне Улыбается Сам Я Улыбчив И Рад Трудная Трудная Все Забывается Светлые Звезды Звезды Мне Сказал Что Во Мгле Заметелен Глохнет Покинут И Лук Кто Мне Сказал Что Надежды Потеряны Кто Это Выдом Утру В Этой Деревне Огни Непогашены Ты Мне Тоску Не Пророчь С 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 Размыты Пусть Кривые Тополя Я Слушал Шум Была Пора Лета И Вот Я Встал И вышел за ворота, где простирались жёлтые поля, и вдаль пошёл. Вдали тоскливо пел гудок чужой земли, гудок разлуки, Но, глядя вдаль и вслушиваясь в звуки, я ни о чём ещё не сожалел. Была суровая пристань в поздний час, искрясь во тьме горели папиросы, И трап стонал, и хмурые матросы устало поторапливали нас. И вдруг такой повеялось полей, тоской любви, тоской свиданий кратких. Я уплывал всё дальше, без оглядки, на мглистый берег юности моей. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Я ей скажу с другим наедине, о наших встречах позабыла ты. И потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. Она возьмёт, но снова в поздний час, когда туман сгущается и грусть. Пусть она пройдёт, не поднимая глаз, не улыбнувшись даже. Ну и пусть она пройдёт, не улыбнувшись даже. Ну и пусть я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Я лишь хочу, чтобы взяла букет та девушка, которую люблю. Я лишь хочу, чтобы взяла букет та девушка, которую люблю. Привет, Россия, Родина моя, как под твоей мне радостно листвою. И пенья нет, но я слышу я незримых певчих пень и хоровой. Как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле, по сёлам и столицам. Я сильный был, но ветер был сильней, и я нигде не мог остановиться. Привет, Россия, Родина моя, сильнее бурь, сильнее всякой воли. Любовь к твоим овинам уж не в я, любовь к тебе, изба в лазурном поле. За все хоромы я не отдаю свой низкий дом с крапивой под оконцем. Как миротворно в горницу мою по вечерам закатывалось солнце. Как весь простор небесный и земной дышал в оконце счастьем и покоем. И достославный веял стариной и ликовал под ливнями и зноем. Дурницей моей светлой, Этап ночной звезды Матушка возьмёт Ведро Молоча принесёт Воды Матушка возьмёт Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok